Здравствуйте, это Влад. Рад представить вам новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Борис блуждал по лесным зарослям уже несколько часов. Но сына так и не нашел. Казалось, осмотрел каждый кустик. Семилетнего Матвея нигде не было. Вдруг, в метрах в пятидесяти от лесной тропы, он увидел чуть заметную хижину из тонких бревен. Сердце бизнесмена забилось сильнее от охватившего его волнения. А что если Матвей там? Ну правильно, где же еще ему быть? Он осторожно подошел к избушке и почти сразу услышал голоса, доносившиеся изнутри. Борис напрягся. Голоса были мужскими, грубыми и незнакомыми. «Как думаешь, Федь, скоро мы от наследства свой куш получим? Она ведь уже все равно не жалец», — спросил один. «Ну это ж как хозяйка решит. Она же все это затеяла», — возразил второй. Борис вздрогнул. О каком наследстве идет речь? Вопросов было так много, что Борис решил повременить с ответами на них и, укрывшись в кустах, посмотреть, что будет дальше. Дверь хижины открылась с мерзким скрипом несмазанных петель. На пороге стояли двое мужчин, одетых в форму камуфляжного цвета. «Охотники или браконьеры?» — мелькнула в голове судорожная мысль. Он хотел уже выйти из кустов, когда увидел в руках одного из них ружье. «Ну что, Мишка, пойдем поохотимся. Жрать что-то хочется. Она пусть лежит себе. Все равно снотворное еще часа три-четыре будет действовать», — предложил один из незнакомцев. Сидевший в кустах Борис побледнел. «Эта парочка выглядела по меньшей мере странно. Кого они держат в своей хижине?» «А что, можно и поохотиться. Неизвестно, сколько нам еще здесь куковать придется», — ответил наконец второй и, направившись в сторону ближайшей чащи, прошел в паре метров от Бори. Проводив глазами удалявшихся незнакомцев, бизнесмен перевел взгляд на хижину и увидел, что они даже не закрыли дверь толком, подперев ее сосновым поленом. Все еще не зная, что его ждет внутри, Борис, крадучись, подошел к избушке и открыл дверь. Почти сразу он увидел кровать, стоявшую в углу. На ней, в бессознательном состоянии, лежала молодая женщина лет двадцати с небольшим. И только сейчас он понял, что имели в виду охотники, говоря снотворным. Понимая, что творится что-то странное, Борис вошел в хижину и принялся будить незнакомку. Но девушка оказалась так слаба, что смогла приоткрыть глаза лишь на секунду и снова погрузилась в липкое забытье. «Ну же, вставай, не время сейчас спать», — взмолился Боря. Но все было тщетно. Она лежала на старом тюфике, словно кукла, не имея сил даже произнести хоть слово. Борис покачал головой, а потом в едином порыве подхватил ее на руки и поспешил к выходу. А что еще ему, собственно, было делать? Ждать, когда придут эти бородачи с ружьями? Нет уж, лучше мы сами, пешочком. Ругая себя за инициативу, Борис шел по лесной тропе с девушкой на руках и мысленно молил Бога о том, чтобы за ними не организовали погоню по горячим следам. При этом он не забывал о сыне, которого так и не нашел. С каждой минутой идти было все тяжелее. Дыхание сбилось, мышцы стали предательски дрожать. По лицу струился пот. И надо ж было так вляпаться. Поехали с сыном на рыбалку, называется. Только закинули удочки, как ему стали названивать с работы. То одни, то другие. Ноутбук даже из машины достать пришлось. А Матвейка заскучал, видимо. Вот и решил прогуляться. До леса-то рукой подать. Борис охватил отчаяние. Вот чем ему теперь могут помочь деньги в этой непролазной глуши? Связи тоже практически нет. Вон на шкале одна палочка всего и та пропадает. Тем временем незнакомка понемногу стала приходить в себя. «Ой, слава богу, наконец-то!» – прошептал бизнесмен. И, решив перевести дух, осторожно переложил ее на покрытую прошлогодней листвой и хвоей почву. Девушка приоткрыла глаза и, тихонько ахнув, снова потеряла сознание. Боря до боли закусил губу. А ведь говорила ему Вика, оставайся дома. Так нет же, все равно поехал, баран упертый. Лес, окутанный густыми сумерками, становился все темнее. Деревья, словно гигантские призраки, тянули корявые ветви к небу, скрывая в своих тенях последние лучи заходящего солнца. Борису стало не по себе. В душе зародился страх. Одно дело плутать днем, и совсем другое ночью. А тут еще говорят, волк есть. Осознав, что девушка может получить переохлаждение, он снял с себя ветровку и прикрыл ей плечи. Как ни крути, октябрь месяц на носу. Ночью бывает уже довольно прохладно. Вдруг, в паре метров от себя, Борис услышал треск сухой ветки. В тишине вечернего леса этот щелчок показался ружейным выстрелом. Бизнесмен тут же принялся рыскать взглядом по сторонам, собираясь найти что-нибудь для самообороны. Камень или хотя бы добротную ветку. Треск повторился. Боря вздрогнул. Наверняка волки. Он видел передачу по телевизору. Сейчас они возьмут его в кольцо и разорвут в клочья. Вот так и погибнет Борис Иванович Старостин. В глухом лесу под грозное рычание серых охотников. Борис огляделся, напряг слух. В темноте ничего не было видно. Только ветки деревьев раскачивались на ветру. «Кто там? Отзовись!» Дрожа от напряжения, спросил он. Хруст повторился. Только уже чуть ближе. Борис крепче прижал к себе незнакомку, защищая ее своим телом. Внезапно из темноты вынурнула огромная темная фигура. Боря инстинктивно отступил, готовясь к нападению. Зверь снова скрылся в кустах. Ну вот и все. Волки пожаловали. Пронеслось в голове. «Не бойся!» Раздался спокойный голос из темноты. «Он тебя не тронет!» В этот же момент из темноты вышел огромный пес с густой и черной, словно смола шерстью. За ним медленно появился силуэт человека. Это был пожилой мужчина. Высокий, худой, с длинной седой бородой и добрыми глазами. «Здравствуй!» Начал незнакомец. Голос его был тихий, но уверенный. «Не бойся!» Это Байкал. Он не кусается. Борис осторожно опустил девушку на землю и, наконец, смог немного выдохнуть. Страх, который сковывал его до этого момента, начал отступать. «Вы кто?» Спросил он, все еще держась настороженно. «Трофим Ильич», — ответил дедуля и улыбнулся. «А ты, наверное, Борис. Долго я тебя искал». Бизнесмен, потрясенный этими словами, попятился. Откуда он знает его имя? «А как?» С трудом, сдерживая волнение, спросил Борис. «Я нашел Матвея», — ответил дедушка. И в его глазах появилась грусть. «Твоего сына?» Борис сдрогнул. Словно его ударило током. «Матвей, господи, Матвей жив!» «Вы нашли его?» Выдохнул Борис, едва сдерживая слезы. «Да», — подтвердил Трофим Ильич. Он ногу подвернул, но уже поправляется. «А где он?» «Со мной», — ответил Трофим Ильич. «Я тут живу, неподалеку». Борис почувствовал, как у него подкашиваются ноги от волнения и радости. «Ну, наконец-то нашелся сын». Сердце переполняло благодарность к этому дедушке. «Спасибо вам огромное», — прошептал Борис. «Да не за что», — ответил Трофим Ильич. «Рад, что смог кому-то помочь». Помедлив немного, пожилой мужчина спросил. «А эта девушка кто это?» «Не знаю», — ответил Боря. «Она в хижине была. То ли охотников, то ли браконьеров. Они держали ее там как пленницу и говорили о каком-то наследстве». Трофим Ильич нахмурился. «Наследство? Интересно». «Может, пойдем в вашу хижину?» — предложил Борис. «Так хочется увидеть Матвея». «Конечно, конечно», — поглаживая Байкала по загривку, согласился Трофим Ильич. «Пойдем, о чем речь?» И он повел Бориса к своей хижине. Байкал, радостно виляя хвостом, бежал впереди. Хижина была маленькой, бревенчатой, с низкой крышей, покрытой дерном. Внутри вместо печи горел очаг, над которым висел котелок. Запах трав и дыма наполнил легкие Бориса, создавая странную, успокаивающую атмосферу. «Проходи», — сказал Трофим Ильич, указывая на лавку, сделанную из толстой, грубо отесанной тоски. «Одохни, а я пока приготовлю чай из души с изверобоя. Он снимет тревогу и душу согреет». Кижине, освещенной слабым светом масляной лампы, пахло травами и сосновой смолой. Борис осторожно опустил девушку на лавку и укрыл шерстяным пледом, лежавшим чуть поодаль. Затем, с трудом сдерживая волнение, он осмотрелся и заметил дверцу, ведущую в соседнюю кабнатушку. Трофим Ильич понятливо кивнул. «Там он отдыхает», — умаялся молец. Борис осторожно подошел к двери, приоткрыл ее. На старенькой кровати, укрытой, стеганой одеялом, мерно посапывал сын. У Бориса сразу отлегло от сердца. Ну вот, нашелся, слава богу. Тем временем, хозяин заварил травяной чай и позвал его к столу. «Да не переживай ты так, иди присоединяйся, ну трос огреешь. Обошлось ведь, теперь все в порядке». Борис, услышав эти слова, вдруг ощутил, как под телу разливается тепло. Взял кружку с чаем и сделал большой глоток. Травы, которые использовал Трофим Ильич, имели нежно-сладковатый вкус. И вместе с теплом принесли спокойствие и умиротворение. «Я собираю все, что дает природа», — сказал хозяин домика, заметив, что Борис смотрит на развешанные по всему дому сухие пучки на ниточках. «В них моя жизнь». «А как вы здесь оказались?» — спросил Борис. «Ох, история довольно грустная», — вздохнул Трофим Ильич. «В свое время я был фельдшером скорой помощи. Спасал людей, боролся за каждую жизнь». «Так вы врач?» — удивленно переспросил гость. «Фельдшер, если быть точнее», — ответил Трофим Ильич. Но потом все изменилось. Сказав это, пожилой травник сел на стул, сколоченный из толстых бревен. Руки его были грубыми, со множеством мозолей, но в глазах все еще горел огонек. «Жена моя, Аннушка, в аварию попала. Автобус в туман с грузовиком столкнулся. Водитель молодец. В последний момент руль вывернул. Так бы жертв было еще больше, но от столкновения уйти не удалось. «Я приехал на место происшествия, делал все, что мог, но...» Голос Трофим Ильича дрогнул, и он замолчал, погрузившись в печальные воспоминания. Борис понял, что не стоит настаивать. Просто ждал, пока мужчина соберется с мыслями. «Не смог я ее спасти», — продолжил Трофим Ильич, и глаза его заблестели от слез. А после того случая перестал верить в свои силы. Понял, что не все в жизни можно изменить. Замкнулся в себе и ушел от людей в лес. А здесь нашел утешение в сборе трав. Учусь вот понимать их язык. Природа для меня что раскрытая книга. «Да, вы правы», — сказал Борис. Чувствуй, как в нем постепенно растет уважение к этой таинственной жизни. «Все верно», — кивнул Трофим Ильич. «В каждой травинке есть своя особенная сила, которая может помочь. Я изучил множество растений в этих краях. Знаю, что это целая наука. Сейчас отвар приготовим. Он поможет этой бедняжке проснуться и восстановиться. Мне кажется, она под действием снотворного. Нужно помочь вывести его из организма». Трофим Ильич встал и подошел к столу. Затем взял несколько сухих листьев, кореньев и цветов. Аромат тут же наполнил хижину. Приятный, успокаивающий. Выждав нужное время, Трофим Ильич аккуратно взял кружку. Движения его рук, несмотря на возраст, были сильными и уверенными. Он осторожно поднес напиток к губам девушки и начал вливать отвар в ее безжизненные бледные губы. «Важно, чтобы она медленно пила», – объяснял Трофим Ильич. «Иначе может возникнуть тошнота». Поначалу Борис, затаив дыхание, просто наблюдал за процессом. А потом, набравшись храбрости, принялся помогать чем мог. Поддерживал незнакомку за плечи и не давал запрокинуться голове назад. Каждая капля отвара словно оживляла хрупкое тело. Вдруг бизнесмен увидел, как дрогнули ее ресницы. А потом она очнулась, – воскликнул Борис. Девушка открыла глаза и растерянно смотрела на своих спасителей. Расширенные от удивления зрачки казались огромными, полными тревоги и непонимания. «Где я? Кто вы такие?» – прошептала она. Борис, не в силах сдержать волнение, наклонился над ней и ласково сказал. «Меня зовут Боря, а это Трофим Ильич. Он помог мне найти моего сына и вас привел в чувство». «Я ничего не понимаю», – тихо прошептала незнакомка, оглядывая хижину. «Как я здесь оказалась?» «Потом вспомните», – мягко сказал Борис. «Главное, сейчас отдыхайте». «Нет, я так не могу», – воскликнула девушка и попыталась встать, но тут же почувствовала головокружение. «Ой, больно». «Полежи, милая, не ортачься», – сказал Трофим Ильич. «Отвар скоро подействует и поможет организму». Девушка послушно легла на лошадь. «Спасибо вам», – прошептала она. «Да ну, пустое это», – сказал Трофим Ильич. «Ты выздоравливай, приходи в себя. Амнезия может быть вызвана лекарственными препаратами, попавшими к тебе в кровь. И, скорее всего, память вернется. Но не все сразу, наберись терпения». Борис, наблюдая за тем, как девушка закрывает глаза и медленно погружается в сон, не мог избавиться от чувства тревоги. Он не знал, кто она, почему оказалась в центре этой опасной истории. «Вижу, ты беспокоишься», – сказал Трофим Ильич, обращаясь к нему. «Не стоит, она в безопасности». «Да, переживаю», – ответил Борис. «Она, получается, совсем ничего не помнит». «Это временное состояние», – возразил хозяин. «Отвар поможет». «А что насчет тех охотников», – спросил Борис. «Вы уверены, что они не вернутся?» «Думаю, они, если и появятся, то не скоро», – сказал Трофим Ильич. «Но я уверен, они ее ищут. И знают, что это может быть опасно». «Опасно?» – спросил Боря. «Да, очень. Браконьеры эти нелегально здесь орудуют. Егерь, бывший, на пенсии уже, по состоянию здоровья». Борис кивнул, понимая, что, возможно, ему предстоит разгадать загадку этой девушки. Но не мог же он оставить ее одну. Особенно после того, как видел, что ее держали в плену. Он обязательно должен узнать правду. Тем более, что Матвейка найден. И уже на следующее утро они вполне смогут отправиться домой. А то Вика, наверное, уже вся истосковалась. Хоть она Матвею мачеха, но все же любит всей душой. Правда, малыш этого еще не понимает. Ну да ничего, со временем разберется. Глядя на горящий очаг в хижине, Борис невольно переместился мыслями в далекое прошлое. В детство, проведенное в небольшой деревеньке, где он родился и провел первые годы своей жизни. Вспомнились летние дни, полные солнца, тепла и беззаботных игр с ребятами. Дом с деревянными стенами, пахнущий свежестью и мамиными пирогами. Боренька, вспомнил он ее голос, иди обедать. Мам, я потом. С ребятами в футбол поиграю? Ладно, поиграй еще. Улыбалась Ольга Павловна. Но потом обязательно приходи. Борис вспомнил луга, усеянная ромашками, и бесконечное голубое небо. Он чувствовал запах свежескошенной травы и вкус земляники, которую они с дедом собирали в лесу. Деда, спрашивал он, а почему небо голубое? Потому, внучок, отвечал Петр Васильевич, что в нем отражается море. Я на флоте служил и точно это знаю. Борис частенько катался на своем любимом велосипеде, который родители подарили ему на день рождения. Колеся по извилистым тропинкам, он чувствовал себя самым счастливым мальчишкой на свете. «Борька!» – кричал след дед. «Ты куда это собрался?» «А я на рыбалку. Пацаны, говорят, щука водится». «Вот хитрец! А меня позвать не судьба!» – смеялся дедушка Петя, любуясь внуком. Но однажды велосипед пропал. Боря плакал навзрыд. «Да не печалься ты!» – утешал его дед. «Найдем мы его окаянного!» И они действительно искали. Ходили по деревне, расспрашивали людей, но велосипед как сквозь землю провалился. Боря несколько дней был безутешен. «Ну что ж», – подытожил Петр Васильевич, – «будем покупать новый, а этот пусть другие детишки найдут». Но ощущение потери, несправедливости, обиды осталось в его сердце надолго. Сразу после этого в мыслях молодого бизнесмена появилась рыбалка. Когда огромная щука клюнула на удочку Бори, он с трудом вытащил ее на берег. «Смотри, деда, какая туша!» – гордо кричал он. Но щука оказалась скользкой и сильной. Она вывернулась из рук Бори и мощным ударом хвоста ушла обратно в воду. Мальчишка горько рассмеялся. «Вот тебе и рыбалка». «Да не расстраивайся», – успокаивал дедушка. «Будет в твоей жизни еще у щуки. Только ты как поймаешь ее, сразу три желания загадывай. Тогда они непременно сбудутся». «Правда, что ли?» – удивился Боря. «Конечно, правда. А ты думал, зачем щуки на белом свете живут? Чтоб карасей пойти не гонять, как бы не так. Желания не исполняют. Но только тех людей, у кого помыслы чистые». Детские воспоминания казались Борису такими яркими и живыми, будто все это произошло вчера. Он отчетливо помнил каждую деталь. Борис хорошо учился в школе. Будучи старостой класса, участвовал во всех мероприятиях и всегда старался быть лучшим. «А Борька старостин стал старостой!» – смеялись одноклассники. Но недолго. Все-таки тяга к знаниям у Бори была неутолима. Он легко справлялся с любой задачкой и всегда готов был помочь друзьям. «Борис, ты очень способный», – говорила ему учитель математики. «И должен обязательно поступить в университет». Борис, вдохновленный ее словами, стал усиленно готовиться к экзаменам. Он мечтал о большом городе и новых возможностях. И вот, после долгих месяцев упорного труда, успешно сдал вступительные и попал в престижный университет. Переезд в большой город стал для Бориса настоящим приключением. «Вы не против, если я сяду рядом?» – услышал он в автобусе, заняв место у окна. Борис поднял голову и увидел девушку с большими глазами, светлыми, как летнее небо. Она была невероятно красива. Мягкие волосы и чуть заметная загадочная улыбка. «Конечно, садитесь», – любезно ответил Боря. «Меня зовут Ира», – представилась она. «А я Боря», – ответил парень, чувствуя, как учащается сердцебиение. В пути молодые люди разговорились. Они оба любили хорошую музыку, читали книги Достоевского и, будучи жителями провинции, мечтали добиться успеха в большом городе. Боря был покорен с первого взгляда. Ира казалась ему такой естественной, доброй, обворожительной, что он просто не мог отвести от нее взгляд. И в тот момент понял, что его жизнь разделилась на «до» и «после». Ира стала его светом, смыслом жизни. После той памятной поездки в автобусе они стали встречаться. «Боря, ты мне очень нравишься», – призналась однажды Ира. И голос ее звучал тихо и нежно, как летний ветерок. «И ты мне тоже», – ответил Борис, сжимая ее руку. Став студентом факультета экономики, он окунулся в новый мир, полный шума, ярких огней и новых знакомств. Отношения Бориса и Иры развивались стремительно. Поженились они на третьем курсе, сыграв скромную студенческую, но очень трогательную свадьбу. «Получили квартиру в малсемейке, а на подаренные деньги родственников купили кое-какую мебель». «Теперь мы вместе всегда», – прошептал Боря целую жену. Они были счастливы. Ира, окруженная нежностью и заботой Бориса, чувствовала себя королевой, которая наконец-то обрела свое счастье. «Боря, я хочу ребенка», – призналась она как-то вечером. «Конечно, я и сам об этом думал», – ответил Борис, и его сердце переполнялось любовью. Но врачи были категоричны. Здоровье Ирины оставляло желать лучшего, и беременность могла поставить под угрозу ее жизни. «Пожалуйста, Ирина, не рискуйте», – умоляли ее доктора. Но Ира была непреклонна. Она так хотела подарить Борису малыша плод их любви, что совсем не думала о своем будущем и возможной угрозе. «Я знаю, что рискую», – сказала она за ужином. «Но не могу жить с мыслью о том, что у нас не будет ребенка. Не переживай. Да в крайнем случае можно взять малыша из дома малютки», – возразил супруг. Время шло, и все попытки родить свелись к нулю. Как-то Борис решил сходить на рыбалку в выходной. «Стояла хорошая осенняя погода, и на местной реке хорошо брала хищная рыба». Ира не возражала, и Боря, вооружившись удочками, отправился на промысел. Один раз забросил блесну на спиннинг, другой – результата никакого. Сменял место – все то же самое. Так, пара окушков, которых тут же слопал рыжий кот, мурлыковший у его ног. Но когда Борис поставил другую блесну, его ждала удача. Огромная щука согнула его спиннинг почти в дугу. Леска звенела. Но Борис прекрасно помнил наставления деда. И вскоре зубастая красавица оказалась в его садке. На губах Бориса заиграла улыбка, когда он подумал о том, как обрадуется жена такому трофею. Но потом вдруг вспомнил слова покойного дедушки. И решил загадать щуке три желания. Ну, не просто так, конечно, а с условием, что отпустят ее обратно в реку. Конечно, все это выглядело довольно комично, когда молодой парень встал на колени и, склонившись над садком, принялся что-то нашептывать. Скользкая рыбина смотрела на Борю, не мигая, словно понимая каждое его слово. Наконец, закончив, он развязал горловину и отпустил щуку на волю. Пусть живет красавица. Огромная, словно полена. Много еще принесет бед жирным золотобоким карасям. Но на то и щука впроду, чтобы карась не дремал. Домой Борис вернулся затемно. С пустым садком и загадочной улыбкой на руках. Супруга помогла ему раздеться, а потом выставила на стол ужин. Картошечка, жареная на растительном масле, и салаты свежих овощей. На десерт – пирожки с грушевым повидлом собственного приготовления. Боря, все еще помня наставления покойного деда Петра, не стал рассказывать о случившемся на реке, а то и щука обедится и не выполнит его пожелания. И через месяц Ира забеременела. На протяжении всего этого периода она чувствовала себя плохо. Токсикоз и головокружение стали ее постоянными спутниками на весь период беременности. Борис поддерживал ее как мог. Перевелся на заочные, работал на стройке, а по ночам разгружал вагоны на железнодорожной станции. Что поделать? Жизнь – нелегкая штука. Особенно, если ты приехал из провинции и мечтаешь покорить большой город. Он был на седьмом небе счастья. Окружил супругу заботой и любовью. Но через полгода после родов Ира скончалась от осложнений, вызванных скрытым внутренним кровотечением. Борис не мог смириться с потерей. Он плакал у могилы, прося прощения за то, что не смог уберечь. «Любимая, прости», – молил Борис. И слезы катились по его щекам, словно бесконечный поток боли. Он вспомнил ее улыбку, голос, нежные руки, которые касались его лица. И от этого боль утраты становилась сильнее. Через многое ему пришлось пройти, прежде чем он добился успеха и твердо встал на ноги. В памяти всплыли другие воспоминания. Далекие, но не менее яркие, чем предыдущие. Он вспомнил свой стремительный взлет по карьерной лестнице и победу, которая далась ему ценой нечеловеческих усилий. «Борис, а ты уверен, что сможешь выдержать конкуренцию?» – спросил его на собеседовании директор «Экоинвест», глядя на него поверх толстых очков золотой оправе. Борис чувствовал себя мальчишкой, попавшей в мир больших денег, сложных схем и неумолимого давления. Только что он окончил экономический факультет, и его диплом с отличием был пропуском в мир бизнеса. «Я готов работать, учиться новому и доказать, что достоин места вашей компании, Олег Львович», – ответил Боря, стараясь, чтобы его голос не дрожал от волнения. «Хорошо», – кивнул будущий начальник. «Мы тебя берем, но с испытательным сроком. И Игоря Новикова тоже, вы же и с ним однокурсники. Посмотрим, кто из вас окажется более перспективным. Запомни, в штате я оставлю только одного». В тот момент Борис еще не до конца осознавал всей серьезности этих слов, а просто радовался тому, что его мечты сбываются. Он попал в «Экоинвест», одну из самых успешных инвестиционных компаний города. Вложение в недвижимость, развитие инфраструктуры, стратегическое управление портфелем акций и выгодные сделки с использованием долговых инструментов – все это манило Бориса словно пещеры Аладдина, полные несметных сокровищ. А вот Игорь, главный конкурент еще со времен университета, был полной его противоположностью. Уверенный в себе, наглый, с внешностью настоящего плейбоя. Он был из богатой семьи, со связями в высших кругах менеджмента крупнейших компаний страны. «Ну что, Борис, готов к борьбе?» – улыбнулся Игорь, похлопав его по плечу. «Компания – это поле битвы, и только один из нас выйдет оттуда победителем». В словах Игоря слышался вызов и скрытый подтекст конкуренции. Но Борис тогда не придал этому особого значения, ведь он был полон энтузиазма и готов был к работе. Так уж вышло, что, несмотря на все видимые преимущества, Игорь был не так умен, как Боря, и не собирался ложиться костьми ради должности. Между ними вспыхнула невидимая, но жесткая борьба. Они сражались за каждый проект, за каждое поручение. Каждый день был напряженным. Борис брал на себя дополнительные обязанности и работал по 16 часов в сутки. Занимался анализом рынка, оценкой перспектив технологий, выполнял экономическое моделирование проектов. И все это он делал с одной целью – победить и остаться в штате. «Борис, ты слишком много работаешь, отдохнуть тебе надо», – говорила ему добрая техничка тетя Даша. «Не могу остановиться. Обязательно нужно добиться успеха, чтобы доказать, что я чего-то стою», – отвечал Боря, глядя в ее добрые глаза. В те годы он отдавал работе всю свою энергию и не видел никакого смысла в жизни, кроме работы и воспитания сына. Конечно же, такая самоотдача не могла не принести плоды. И вскоре Олег Львович торжественно объявил о зачислении Бориса Старостина в штат. Но победа оказалась привкусом горечи. Игорь затаил злобу и не простил своего поражения. «Ну что ж, радуйся победе, Боря», – прошипел Игорь, пожимая ему руку. «Ты очень много вкалывал. Так много, что твой мир сузился до одной лишь работы. Ты потерял свою жену, а теперь потеряешь и сына». Борис вздрогнул, услышав эти слова. Он понял, Игорь не просто ему завидует. Он желает ему зла. Жизнь шла своим чередом. Боря продолжал строить карьеру, стараясь быть лучшим в своем деле. Он воспитывал сына. Пытался дать ему все то, что не смогла дать Ира. За Матвеем в его отсутствие присматривала няня, верная преданная помощница Антонина Петровна, которую он считал частью своей семьи. Но Игорь не забывал о своей мести. Он пытался обратиться в опекунский совет, чтобы лишить Бориса родительских прав. Распуская слухи, наглый мажор клеветал и пытался подставить конкурента. «Он не достоин быть отцом», заявил Игорь членом совета. «Часто оставляет ребенка без присмотра, вообще не заботятся о нем». Но Борис был готов бороться до конца. Он собрал документы, привлек лучших юристов и отстоял свои права в суде. Игорь снова оказался повержен. Теперь уже во второй раз. «Вы отличный отец, Борис», с чувством сказал судья, вынося решение в его пользу. «Заботитесь о своем сыне, даете ему лучшее образование и воспитание». Борис выдохнул с облегчением и смахнул набежавшую слезу. Он снова добился своего, хоть и понял, что война еще не окончена. Ведь Игорь не из тех, кто так легко отступает. Тем более, что, судя по слухам, его отец разорился и загремел в тюрьму за неуплату налогов. А мать, недолго думая, собрала остатки денег и отправилась вслед за молодым любовником за границу. В этот момент в памяти Бориса вспыхнули еще более яркие воспоминания. Два года назад. Парковка перед торговым центром. Он спешил навстречу, уставший после рабочего дня, и вдруг увидел ее. Вику, ослепительную красавицу в ярком платье с волнистыми волосами, словно солнечный луч, прорезавший серую городскую суету. Накрапывал мелкий дождик, отчего асфальтовое покрытие было очень скользким. «Осторожно!» — крикнул Борис, едва заметив, как незнакомка, которая направлялась к автобусной остановке, поскользнулась на мокрой плитке. Не удержав равновесия, она опустилась на колено и сдав короткий вскрик. Боря подскочил, и его сердце застучало от волнения. «Вы как в порядке?» — спросил он, протягивая руку. Девушка с растерянным взглядом посмотрела на своего спасителя. «Кажется, каблук сломала», — ответила она, и в ее голосе слышалась легкая растерянность. «Позвольте помочь», — произнес Боря, помогая ей подняться. «Спасибо», — кокетливо улыбнувшись, ответила красотка. «Меня зовут Вика». «А я Борис», — ответил он, не отрывая взгляд. И в этот момент в его душе словно вспыхнула молния. Он почувствовал, что сердце забилось чаще. Это было давно забытое чувство. Что-то теплое, нежное и в то же время невероятно сильное. Виктория, улыбаясь, смотрела на него. И ее улыбка, словно солнечный луч, окончательно прогнала его одиночество. «Вы не могли бы отвезти меня до дома?» — спросила она. «К сожалению, мои машины, судя по всему, колесо спустило». «С удовольствием», — ответил он, искренне ликуя. Дорога до ее дома, как ему показалось, пролетела в мгновение ока. Боря говорил, смеялся и был воодушевлен. Вика слушала его и улыбалась. «Я давно не чувствовал себя так легко», — признался он, остановив машину. Виктория, взглянув на него, нежно улыбнулась. «Вы такой хороший человек, Борис. Мне кажется, повезло, что я вас встретила сегодня». В тот момент Боря понял, что она особенная. Они встречались в течение нескольких месяцев. К удивлению молодых людей, между ними вспыхнули нежные и бурные чувства. Виктория словно солнце освещала жизнь Бориса. А он проводил с ней все свободное время. Вскоре он сделал ей предложение, и Вика, конечно же, ответила «да». Свадьба была тихой, романтичной. Только самые близкие друзья и родственники стали свидетелями их счастья. Наконец-то он нашел женщину, которая могла понять его, поддержать, разделить не только его радости, но и печали. Матвей же не принял Викторию. Он был так сильно привязан к отцу, что новая женщина в жизни папы стала для него препятствием. Матвей замкнулся и, став капризным, всячески избегал Вику. «Пап, она не моя мама», — часто говорил он. И Борис ничего не мог с этим поделать. Вика, конечно, пыталась найти общий язык с пасынком, но он не отвечал на ее ласку, не принимал подарков. Она даже плакала по ночам из-за этого. Борис, обнимая ее, шептал слова утешения. Обещал, что все наладится, что Матвей со временем привыкнет. Но чудо не случилось. Постепенно их отношения с Викторией стали холодными, отстраненными. Борис понимал, что сам виноват. Ведь сын — это его жизнь, надежда. А значит, он не может пожертвовать им ради собственной любви. Но, с другой стороны, и Вика, в свою очередь, могла проявить лояльность. Подождать, пока Матвей к ней не привыкнет. Тем более, что с некоторых пор Борис и вовсе стал подозревать, что Вика не до конца с ним откровенна. Уж слишком часто она уденялась в своей комнате и подолгу болтала с кем-то по телефону. Боря же практически не вылезал из командировок. Поскольку с некоторых пор он возглавил компанию «Экоинвест», выкупив контрольный пакет акций после ухода на покой прежнего владельца. Внезапно Борис услышал сквозь тягостную негу голос Трофима Ильича. «Вставай, Соня, утро уже. Девушка проснулась», — сказал дедуля с улыбкой. «Она кое-что вспомнила. Хоть и не до конца, правда. Помогла моя чудо-травка-то». Борис тут же подскочил. Сердце колотилось, как сумасшедшее. В этот момент в комнату вбежал мальчишка, и его лицо засияло от радости. «Папа, папа!» — закричал он, бросаясь в объятия Бориса. «Матвей!» — прижал сына к себе Борис. «Как же ты меня напугал, сырванец!» Сын с любопытством рассматривал проснувшуюся девушку, а потом тихонько спросил. «Пап, а это кто?» «Это девушка, которую я в лесу нашел», — ответил Борис, не зная, как объяснить ребенку ситуацию. «Она потерялась и ничего не помнит». «Она красивая», — сказал Матвей, с улыбкой глядя на незнакомку. «Может, она ангел?» «Вполне возможно», — улыбнулся отец, стараясь развеять тревогу, которая появилась в глазах незнакомки. «Мне было очень плохо», — прошептала она. «Помню, что зовут меня Алина, но мне нужно понять, что случилось». «А меня зовут Трофим Ильич», — ответил пожилой травник, бережно поддерживая ее. «Это Борис и его сын Матвей, а еще Байкал есть, но он ночует на улице». И словно в подтверждение слов за окошком послышался чей-то заливистый лай. Алина покачала головой, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. В ее памяти зияла огромная пустота, словно кто-то стер все, что было до этого момента. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — сказал Борис, и голос его звучал уверенно и успокаивающе. «Мы обязательно выясним, что с вами произошло». В течение первой половины дня Алина пыталась восстановить события, предшествовавшие ее появлению в хижине. Фрагменты, обрывки слов, лица — все это было словно кусочками мозаики, которые невозможно было сложить в единую картину. «Я помню, как мне дали что-то выпить», — прошептала она слабым и дрожащим голосом. А потом все резко померкло. «Тебе, скорее всего, дали снотворное», — сказал Трофим Ильич. «Интересно, кто?» — спросила Алина, и глаза ее наполнились слезами. «И зачем?» Борис обменялся с пожилым травником многозначительным взглядом и пожал плечами. «Надеюсь, мы это выясним». Постепенно, по мере того, как Алина приходила в себя, к ней стали возвращаться обрывки воспоминаний. Неполных, конечно, словно отрезки испорченной кинопленки, но в то же время болезненных, отдающих болью под левую лопатку. Так Алина вспомнила, как ее муж начал все чаще задерживаться на работе, как изменилось его поведение, а сам он стал холодным и отстраненным. «Игорь, он говорил мне о каких-то делах, сделках и наследстве, а потом предложил выпить чаю из термоса, и все. Мы тогда стояли на могиле отца. Как раз год прошел со дня его смерти», — прошептала Алина, и сердце ее сжалось. «Со мной был мой муж». «Так ты вспомнила его имя?» — спросил Борис, внимательно наблюдая за ее реакцией. «А фамилия?» При этом в разговоре он тактично перешел на «ты». «Да, вспомнила», — ответила она. «Его зовут Игорь Викторович Новиков. Мне кажется, именно он опоил меня этой дрянью». Матвей тихонько ахнул, а Трофим Ильич покачал головой. Ну а Бориса словно окатили ледяной водой с ног до головы. Игорь Новиков, его вечный конкурент и человек, которого он ненавидел за коварство и подлость. Борис не мог поверить, что Игорь и здесь отличился. «А почему ты думаешь, что он виноват?» — спросил Боря, стараясь не выдать своих эмоций. «Не знаю наверняка», — ответила Алина. «Но помню, как он говорил о наследстве и о том, что ему что-то нужно от меня». «Наследство?» — удивился Борис. «А у тебя что, есть что завещать?» «Ну, как сказать?» — заметно смутилась девушка. «Ведь я дочь известного нефтяного магната. Мой папа скончался, а Игорь предложил установить новый памятник в годовщину. Вот я и пришла посмотреть на кладбище». «Так ты думаешь, что Игорь женился на тебе ради денег?» — спросил Борис, пытаясь понять истинные мотивы своего бывшего конкурента. «Похоже на то», — поморщившись, ответила Алина, и в ее голосе звучала горечь. «Он никогда не любил меня». И только притворялся любящим мужем, лебезил перед отцом, умолял его взять совет акционеров. «А есть еще что-нибудь из того, что ты помнишь?» — спросил Борис, стараясь собрать все кусочки мозаики воедино. Алина нахмурилась. «Да, недавно я нашла какой-то чек». «Чек?» — спросил Борис. «И что в нем было?» Алина помрачнела и с тревогой посмотрела на него. «Это был чек на покупку дорогого колье в ювелирном магазине». Трофим Ильич нахмурился. «Ты меня, конечно, прости за прямоту, но... Может быть, он тебе это колье собирался подарить? Ну чего в жизни это не бывает?» «Нет», — прошептала Алина, и плечи ее сотряслись от рыданий. «Я видела, как он подарил ей это колье. Подруга увидела их в кафе и сняла на камеру. А я долго не могла в это поверить. Чувствовала, что что-то не так», — вслипнув, сказала Алина. Но все затягивало с разводом, вот и дотянуло. «Понимаю», — сказал Борис, осторожно приобняв ее. «Это и правда ужасно». «Игорь, он настоящий монстр», — прошептала Алина с болью в голосе. «Он украл у меня все. Любовь, доверие, да всю мою жизнь». Борис судорожно сглотнул, все еще хорошо помня о том, чем закончилась его последняя встреча с Игорем, которая не принесла обоим ничего хорошего. «Я думаю так. В полицию тебе надо обращаться и все там рассказать. Жаль, что отрава эта из твоего организма, скорее всего, вышла. Пробы крови вряд ли что покажут. Ну да не это главное. Было бы здоровье, а все остальное приложится», — подытожил Трофим Ильич. Алина согласно кивнула, прекрасно понимая, что жизнь продолжается, несмотря на предательство мужа. «Мне кажется, я смогу тебе помочь. Если Трофим Ильич отведет меня к реке, у меня там внедорожник остался», — заметил Боря. Пожилой травник улыбнулся. «Отведу, конечно. О чем речь? Главное, чтобы за прошедшую ночь местные твои машину по винтику не растащили. А то у нас такое иногда случается». Не спеша, позавтракав, чем Бог послал, все четверо отправились в путь. Вернее, пятеро, если считать Байкала. Верный пёс бежал впереди, отлично выискивая малоприметные людскому глазу тропки. Практически на протяжении всего пути Борис с той дела оглядывался, боясь встретиться с той парочкой браконьеров, что удерживали Алину в хижине после усыпления. При этом бизнесмен упорно не мог понять, почему в беседе они говорили о какой-то хозяйке. Ведь если Игорь был заказчиком и частично исполнителем задуманного, то именно он должен был именоваться хозяином. Ответа на этот вопрос не было. Мало ли, что там у этого полоумного мажора на уме. Чего только стоила его выходка с попыткой лишения Бориса родительских прав. Это же уму непостижимо. Тем временем Трофим Ильич с улыбкой подвел их к опушке леса, откуда открывался прекрасный вид на реку. Там, на берегу, стояла машина Бориса, словно символ возвращения к обычной жизни и привычному миру. «Вот и все», — произнес дедушка. «Здесь заканчивается твой путь. Здоровья тебе и твоим близким». «Спасибо вам, Трофим Ильич», — сказал Борис. И его голос был полон благодарности. «Вы спасли нас с Матвием. Да и Алину тоже. Мы никогда не забудем вашу доброту». Сын, который с момента пробуждения не отходил от него, радостно замахал рукой. «До свидания, дедушка Трофим». Они подошли к машине. Борис открыл заднюю дверцу и помог Алине забраться внутрь. «А Байкал?» — спросил Матвей, не спеша следовать примеру. Трофим Ильич улыбнулся. «Байкал — мой товарищ и друг. Он всегда рядом. Но его путь здесь, в лесу. А у вас впереди своя дорога». Борис кивнул, понимая, что отшельник, возможно, никогда не покинет этот уголок дикой природы. Он хотел сказать что-то еще, но в этот момент раздался громкий лай. Байкал забеспокоился. Его шерсть встала дыбом. «Что-то случилось?» — подумал Борис, оборачиваясь. Трофим Ильич, нахмурившись, посмотрел на реку. «Посмотри-ка», — сказал он, указывая на воду. Борис, проследив за его взглядом, увидел, как на реке, недалеко от берега, дети устроили заплыв на самодельном плато. До этого они весело кричали и били веслами из палок по воде. Вдруг Борис заметил, как одна из девочек упала за борт. Она барахталась, и ее крик полный ужаса разорвал тишину. «Маша, держись!» — крикнул кто-то из детей на плоту. Сердце Бориса сжалось. Он не мог просто стоять и смотреть, как тонет ребенок. В ту же секунду он бросился в воду, не задумываясь о последствиях. «Борис!» — закричала вслед Алина, но ее он уже не слышал и думал только о девочке. Прыгнув в реку, он почувствовал, как холодная вода тут же накрыла его с головой. Что было сил, он плыл к девочке, которая уже начинала идти ко дну. Наконец Борис подплыл, схватил ее за руку и потянул к берегу. «Держись, моя хорошая! Только держись!» — кричал бизнесмен, чувствуя, как его легкие жжет от недостатка кислорода. Через несколько минут они добрались до берега. И, вытащив девочку на песок, Борис начал откачивать воду из ее легких. Маша, девчушка лет десяти, с мокрыми волосами и бледным лицом закашлялась, а потом изо рта у нее хлынула вода. Она открыла глаза и уставилась на своего спасителя, словно не понимая, где находится. «Ты как, в порядке?» — с тревогой в голосе спросил Борис. «Да, дяденька, все нормально. Вы только не ругайтесь, пожалуйста!» — прошептала девчушка все еще кашляя. Он обнял ее и прижал к себе, пытаясь согреть своим теплом. Чувствовал, как дрожит маленькая тельца. «Спасибо вам!» — прошептала девочка, с благодарностью смотря на своего спасителя. «Меня Маша зовут. Я дедомовская, а друзья здешние из деревни». «Да не за что!» — сказал Боря, продолжая ее обнимать. «Хочешь, можешь поехать с нами. Обещаю, мы найдем тебе хорошее место, где ты сможешь жить». Маша согласно кивнула, и ее глаза наполнились слезами. Она не знала, что ее ждет впереди, но почему-то поверила этому доброму высокому дяденьке. Вскоре подбежали Алина, Матвей и Трофим Ильич. Борис в двух словах объяснил, в чем дело, а потом понес Машу к автомобилю, чтобы та не замерзла. Осень ведь. Когда Алина снова села в машину, Маша устроилась рядом с ней. Матвей на специальном детском кресле с удовольствием занял место рядом с водителем. Борис оглянулся на Трофима Ильича, который стоял на опушке и наблюдал за ними. Дедушка помахал рукой, а Борис кивнул ему в ответ. Они покинули лес, оставив позади таинственную хижину и доброго отшельника. Борис не знал, что предстоит пережить Алине и ему в будущем, но в глубине души надеялся, что теперь все должно быть хорошо. Через минут сорок неспешной езды они добрались до города. Борис припарковался у небольшого уютного кафе, но перед этим заехал в магазин детской одежды и на глаз купил Маше сменные вещи, чтобы она смогла переодеться в сухое. «Давайте перекусим, а потом решим, куда нам ехать дальше», – предложил он на улице, пока Маша переодевалась в просторном внутри внедорожника. Отказываться от предложения никто не стал. В кафе за чашкой чая Борис рассказал Алине о том, как познакомился с Игорем Новиковым, о конкуренции между ними и о том, как он добился успеха. При этом молодой бизнесмен не скрывал от Алины своих переживаний и боли о потерянной жене. Он открылся ей как никогда раньше, рассказав о своем прошлом практически все. Алина слушала его, сжимая в руках чашку с ароматным чаем. Ей было жаль Бориса, и казалось, что он не заслуживал всего, что с ним произошло. «Да, представляю, что было нелегко», – сказала она. «Но ведь ты справился. Ты действительно сильный человек», – Борис улыбнулся. «Ну, я стараюсь. Есть для кого. Для Матвея и Иры. Она же все равно все видит, я в этом уверен». Алина покачала головой, искренне сожалея, что ей не достался такой верный и любящий муж. В кафе Маша согрелась, рассказала о том, как тяжело ей живется в детском доме. И вовсе не по вине воспитателя или питания, совсем нет. Жизнь ее отравляли старшие дети, которые всегда плохо принимали новеньких. Особенно, когда узнали, что Маша ходит по ночам. Проще говоря, подвержена влиянию луны. Ну, то бишь, лунатик. Борис с жалостью посмотрел на девочку и поймал себя на мысли о том, что уже не сможет ее отпустить. Ведь, как там говорится, тот, кто спас человека, теперь ответственен за его последующую судьбу. В этот момент Матвей, с энтузиазмом уплетавший бутерброд, вдруг спросил. «Пап, а мы скоро домой поедем? Спать вообще-то хочется. Я сегодня так рано встал». «Конечно, дружок», — ласково ответил Борис, погладив сына по голове. «Скоро будем дома. Вот только тетю Алину отвезем домой и сразу». Маша, сидевшая рядом с Матвеем, тихонько произнесла. «Мне тоже хочется домой». Борис поотечески посмотрел на нее. «Не переживай, Машуль, мы обязательно что-нибудь придумаем». «А вы не отдадите меня обратно в детдом?» — испуганно спросила она. «Конечно, нет. И думать об этом забудь», — заверил ее Борис и осторожно спросил. «Ну что, Лен, поехали, отвезем тебя домой». Девушка кивнула, и они вышли из кафе. Дорога, казалось, тянулась бесконечно. Борис всматривался в лицо Алины, пытаясь разгадать ее мысли. Но она сидела молча. Глаза ее были печальны. Впрочем, иногда она вздрагивала, словно ее мучили кошмары. Маша, сидевшая на заднем сиденье рядом с ней, немного успокоилась. Она рассказывала Матвею истории своей короткой, но уже наполненной бедами жизни. «И воспитатель сказала, что я плохая девочка». Тихо сказала Маша. Кричала на меня. «Да не слушала бы ты ее. Ты неплохая, ты хорошая, просто немного грустная», – отвечал Матвей. Машина, наконец, остановилась у ворот особняка. Борис вышел, чтобы помочь Алине выбраться. Но когда дверь дома молодой наследницы распахнулась, он увидел нечто такое, от чего кровь застыла в жилах. В ярко освещенной гостиной его жена, Вика, нежилась в объятиях человека, которого он ненавидел больше всего на свете – Игоря Новикова. Виктория в дорогом платье прижималась к нему всем телом, положив руку ему на плечо. У Бориса зашумело в голове. Он не мог поверить своим глазам. «Борис?» Виктория оторвалась от Игоря и с притворной нежностью подошла к нему. «Милый, ты приехал. Я так рада». «Что это значит? Что ты здесь делаешь? Это же не твой дом!» Дрожа от ярости, спросил он. «Это значит, Боря, что ты теперь не имеешь никакого отношения к Алине и к ее наследству. Да и Вика тебе уже не принадлежит», – резко ответил Игорь. «Знаешь что?» – прошепел Борис, сжимая кулаки. «Ты не человек. Твое место в тюрьме среди тех, кого уже не исправить». «Боре не нужно этих сцен», – прошептала Вика. «Ты пугаешь меня». «А я и должен тебя напугать», – выкрикнул Борис. «Ведь ты решила убить ни в чем не повинную девушку». «Это все неправда», – затороторила Вика. «Я ничего такого не делала. Это он, Игорь, все организовал». «Помолчи», – прервал ее любовник. «Я уже все решил. Пусть знает, что мы вдвоем это задумали». «Ты ведь, Боря, даже не догадывался, что Вика была моей еще задолго до свадьбы с тобой». «А, дурак купился». Матвей и Маша, напуганные увиденной сцены, убежали к машине. «Алина», – сказал Борис, – «срочно вызывай полицию». Игорь горько усмехнулся и, обхватив голову руками, завыл от отчаяния. Через несколько минут приехали полицейские. Викторию и Игоря арестовали, после чего в наручниках вывели на улицу. В доме воцарилась тишина. Борис посмотрел на Алину. Лицо ее казалось бледным, но в то же время глаза светились радостью и надеждой. «Знаешь что, я больше никуда тебя не отпущу», – сказал Борис, – «будем жить вместе». «Спасибо», – прошептала Алина, и в ее глазах заблестели слезы. «Кажется, ты спас меня второй раз, ангел-хранитель». Спустя полтора месяца незадачливые любовники вместе с двумя помощниками-браконьерами были приговорены к длительным срокам заключения. Борис, к огромной радости Матвея, оформил опеку над Машей. И девочка, наконец-то, обрела дом, где ее любили. А еще Алина и Борис, как и планировали, остались вместе. Они поняли, что их связывает нечто более глубокое, чем простая благодарность. Они влюбились. И через полгода связали с себя узами брака. Борис не мог не заметить, как удивительно изменилась Алина. Ее глаза сияли, и она даже улыбаться стала намного чаще. Он понял, что настоящая любовь может зародиться при самых непредсказуемых обстоятельствах. А значит, стоит верить в чудо. Ведь тогда, склонившись над пойманной в реке щукой, он просил всего три вещи. Сына, достаток и крепкую семью. Если вам понравилась история, надеюсь, вас не затруднит поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok